Успех или провал. 26 февраля 2019 года, 19-27. Дмитрий Дробницкий. Политолог, американист. Уже очень скоро состоится встреча Ким Чен Ина и Дональда Трампа, анонсированная как саммит года. Возможно, саммит десятилетия. Ну, или величайший провал американской дипломатии. Мировые СМИ разошлись во мнениях. Кто-то ждет прорыва, за который Киму и Трампу в конце года вручат Нобелевскую премию мира, а Трамп уже среди номинантов. А кто-то в самом факте саммита видит очередной повод для обвинения 45-го президента Соединенных Штатов в некомпетентности и предательстве. Мол, Дональд настолько сильно хочет записать на свой счет очередную дипломатическую победу, что готов слить США и их союзников по Азиатско-Тихоокеанскому региону, лишь бы хоть чуть-чуть улучшился его международный имидж. Также по теме Трампа ожидает грандиозного саммита с Ким Чен Ын Ын Ым. Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын Ын Ым во Вьетнаме будет грандиозной. Об этом он любому другому хозяину Белого дома западная мейнстримная пресса подыгрывала бы. Как она подыгрывала Белу Клентону в 1994-м, когда тот на весь мир провозгласил, что найдено окончательное решение корейского вопроса. Или Бараку Обаме, когда он послал кнопку перезагрузки Сергею Лаврову в 2009-м и разморозил иранские активы в 2015-м. У Трампа дела обстоят куда хуже. Переговоры закончатся ничем, этот выскочка не справился. Будет заявлено о достижении новых соглашений, этот предатель лег под Кима. Конечно, 45-го президента США будут защищать консервативные СМИ, вставшие на его сторону и набравшие неслыханные доселе рейтинги в 2016-2018 годах, но прогрессивное человечество будет, увы, внимательнее им. Хуже того, геополитическая обстановка Ватер подтолкнет и наш МИДИА к тому, чтобы оценить итоги саммитов Ханая в лучшем случае с иронией. Во-первых, потому что это не наш прорыв. Во-вторых, потому что руководство КНДР уже давно не наш клиент. А каких выгод для себя ищет Пекин в этой сложной партии, по сей день во многом остается неясным. Китай до сих пор сохранил свой маленький военно-политический блок времен Холодной войны. Без поддержки КНР северокорейский режим уже давно попал под собственной тяжестью. Поддержка эта отнюдь не бескорыстная. Напротив, Поднебесная очень заинтересована в том, чтобы ее союзник оставался голодным и зависимым от своего могущественного соседа. В КНДР работают тысячи фабрик, производящих товары. Десятки тысяч северных корейцев экспортируются в качестве дешевой рабочей силы в страны Азии и Африки от имени Пекина. Наконец, весомая военная мощь Пхеньяна остается до сих пор значимым фактором давления на все страны Атар, прежде всего, на Японию и Южную Корею. Дело даже не в ракетно-ядерной программе Ким Чен Ина. В Токио и Сиуле, конечно, очень нервно следили за тем, что делала Северная Корея в последние годы. Особенно за запусками ракет и испытаниями ядерных зарядов. Но перспектива начала войны на полуострове пугала другим. В первую очередь наличием хорошо укрепленных позиций дальней артиллерии КНДР, расположенных в непосредственной близости от границы. Каким бы мощным ни был превентивный удар по Северной Корее и какими бы ненадежными ни оказались ракеты Кима, Пхеньяну с чем нанести удар возмездия. Уже в первые часы конфликта Сиул превратился бы в развалины. Не под ядерными бомбардировками, а под ударами тяжелой артиллерии, прикрытой бетоном и бронеколпаками к северу от линии, разделяющей две Кореи. Так было уже давно. Но выход КНДР из договора о нераспространении ядерного оружия и обретения ее машинки судного дня гарантировал начало серьезного диалога. В том числе и Китаю, который давно хотел бы пересмотреть свой статус как минимум в качестве регионального игрока. Все пиар-мероприятия, которые проводили обе Кореи с открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, многие в мире восприняли это как самостоятельное сближение Сиула и Пхеньяна. Ничего не значит без одобрения Пекина и Вашингтона. И по большому счету все зависит не от содержания саммитов Ханэя, а от успеха Америка на китайских торговых переговорах. Так называемые внешнеполитические реалисты полагают, и это очень хорошо прослеживается по публикациям в и других американских изданиях, что мир на Корейском полуострове определяется исключительно военно-стратегическими раскладами. Так, известный своей пацифистской позиции сенатор Рэн Пол не раз призывал обменять денуклеаризацию КНДР на ликвидацию военных баз США в Южной Корее. Другие реалисты предлагали разместить китайские базы на севере полуострова с одновременным взятием Пекином под контроль всех ракетно-ядерных сил Пхеньяна. Еще одна группа реалистически мыслящих экспертов ратовала за объединение двух Корей под присмотром КНР и США. На страницу галереи. Эти рецепты могли бы сработать в конце 1990-х и даже в середине 2000-х. Возможно, что-то подобное и станет формальным итогом американо-корейских переговоров в 2010-х. Но только формальным. Проблема состоит в том, что спор идет не о ядерных амбициях Кима, не о переизбрании Трампа и даже не о режиме нераспространения. А о том, как будет развиваться новое мировое экономическое соревнование. Разумеется, это соревнование будет иметь и геополитическое измерение. Так было каждый раз, когда ведущие державы готовились к новому индустриально-технологическому рывку. США и КНР уже схлестнулись в битве за первенство. Для судеб мира куда важнее, кто будет диктовать стандарты и задавать моду в распространении сетей 5G, чем то, будут ли у Ким Чен и на весьма примитивные ракеты и ядерные устройства. Не случайно саммит в Хане проходит на фоне продолжающихся консультаций о будущем мировой торговли между Пекином и Вашингтоном. Владимир Путин не зря назвал главу КНДР зрелым и успешным лидером. Он сумел ухватить судьбу за хвост северокорейскому народу, трудящемуся практически за еду не только в своей стране, но и за ее пределами. От этого, конечно, не легче, но то, что Ким стал частью большой истории, факт. Общая задача Иной Дональду, как, впрочем, и товарища Си, состоит в том, чтобы представить результаты переговоров на вьетнамской земле как несомненный успех. Спустя месяц, возможно, будет объявлено и о другом прорыве, в переговорах между двумя ведущими экономическими державами планеты о пошлинах и пределах протекционизма. Само собой, такой прорыв в торгово-экономическом споре будет лишь временным решением. Весь мир ждут времена жесточайшей конкуренции при переходе на следующий технологический уклад. Я не удивлюсь, если в декабре этого года лидеры США и КНДР получат Нобелевскую премию мира. В конце концов, ее удостаивались куда менее достойные люди. И все экспертное сообщество будет долго говорить о чрезвычайной важности Ханойского саммита. Независимо от отношения к Трампу, к ему и заключенным ими соглашениям. Вместе с тем для обоих станет большим позором сделать что-то не так. Тем не менее главные события будут разворачиваться совсем на другом фронте, на экономико-технологическом. А в региональном измерении первостепенную важность приобретут споры о торговых путях на юго-востоке Евразии, в Южно-Китайском море, Индии и Пакистане. Так что если саммит в Ханне не закончится полным фиаско, Инна уготована место почетного гостя на шоу, которое будет разворачиваться всю первую половину 21 века. Он, вполне вероятно, и лекции в Гарварде и Беркли читать будет. Но от Трампа все равно продолжат ругать, независимо от его достижения или провалов. Просто потому, что он своим президентством ознаменовал для Запада наступление новой эпохи. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Субтитры создавал DimaTorzok